Микс Ньюз. Программа «Синема». Добрый вечер. Здравствуйте, дорогие друзья, киноманы, кинолюбы. Олег Пеков в студии и сегодня в программе «Синема». Сергей Мусатов. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. «Кинокултс». И огромное количество фильмов, которые можно, кстати, посмотреть. Старых добрых фильмов, которые можно посмотреть на большом экране. И это здорово, когда эти фильмы возвращаются зрителям и какие-то используешь ностальгические чувства, приходя. Это все вот ради вас, дорогие друзья, кинокултс. Но, тем не менее, и новые фильмы тоже выходят при поддержке кинокултсом. Вот мы сегодня поговорим очень о новинках и о скандалах, которые происходят в связи с тем, что некоторые фильмы в обход кинотеатров попадают сначала на телевизионный экран. Ну вот, Сергей, может быть, я помню, что писала и пресса, и говорила о том, что по какой-то причине... Скандал такой, и поскольку скандалов в кино в Латвии достаточно мало, то, естественно, сразу на это спадал скандал «Все меди и накинулись». Скандал такой, что за неделю или за 10 дней до выпуска фильма «Класса Сауэдуэмс», это «Слёт одноклассников», сняли из главного кинотеатра страны, то есть из кино «Цитаделы». Поскольку фильм появился за 10 дней до проката в кинотеатрах, он появился на платформе Shortcut, то есть или «Хеллио», как они сейчас себя называют. Поэтому кинотеатр решил, что в этом плане не подходит им такая стратегия, и, пожалуй, мы должны снять это кино. Это кино с сети проката. Но там варианты такие, что в основном, скажем, как кинотеатр «Киноцитаделы», он не сам по себе кинотеатр «Цитаделы». Он является частью сети «Форум Синемас», которая является частью сети «Одеон», которая является частью сети американской сети кинотеатров «АМС». Естественно, у них есть свои правила, которые, скажем, сейчас, наверное, еще более актуальны в случае с «Нетфликсом», где до проката в кинотеатрах фильм не может просто показываться на таких платформах VOD, как Shortcut. Поэтому немного странная ситуация, поскольку кинотеатр планировал этот прокат все-таки достаточно долгое время. На кинотеатре висели плакаты, в самом кинотеатре тоже фильм рекламировался. Но, в свою очередь, и студия, то есть продюсер фильма, они тоже знали, что такая стратегия и существует, что они запустят свой фильм на Shortcut. Но, скорее всего, они об этом знали и были информированы. Поэтому интересно, насколько большая мискоммуникация получилась между продюсерами и кинотеатром, что не все друг друга оповестили о том, что вот такая ситуация, что сначала пойдет на платформе Shortcut. А вообще мировая практика по вот этим вопросам? Ведь я понимаю, что это для Латвии такой в новинку этот скандал, такая конфликтная ситуация. Но в мире ведь какая существует практика? Но в мире не всем нравится то же, что, скажем, Netflix завоевывает зрителя. Там интересны две позиции, что в основном, скажем, кинотеатры, естественно, говорят о том, что надо кино смотреть на большом экране. Поэтому вот фильмы Netflix была ситуация в прошлом году с фестивалем в Каннах, где французские кинотеатры надавили немного на фестиваль и сказали, что если фильм не будет появляться в кинотеатрах, и если у фильма не будет эксклюзивный прокат в кинотеатрах на протяжении двух месяцев, до того, как эти фильмы Netflix появятся на самой платформе Netflix, то тогда, если такие условия не будут соблюдены, тогда фильмы просто не будут добавлены в конкурсную программу. На что Netflix ответил тем, что снял просто все свои фильмы из конкурсной программы. То есть, фактически сказал, ну, знаете, ребята, ну, если не хотите наши фильмы показывать, ну, и очень хорошо. Будет реклама, потому что все равно об этом все медиа написали. Точно так же, как и в Латвии получилось, что для самого фильма это, ну, скорее всего, невозможно. Какие-то деньги потеряют из-за того, что не находятся в очень удобном месте, не находятся в кинотеатре Киностадова. Но, с другой стороны, опять-таки, за неделю до этого появились новости о том, что вот сняли фильм из кинотеатра, и поэтому, опять-таки, это сообщение о том, что фильм выйдет, и выйдет в других кинотеатрах, но, естественно, она попала... Запретный плот такой, вроде бы, как будто бы запрещенный фильм, который вот нужно посмотреть. Не, ну, обидно просто, что ситуация такая сложилась, потому что обычно мы бы хотели слышать о таких платформах более положительные новости. Положительные новости там тоже есть. То есть, если смотрим на практику в кинотеатрах, с киноиндустрией за рубежом, то Netflix тоже, у него был такой интересный путь, где они сначала, значит, они сначала были просто прокатом DVD. То есть, их вся система была такая, что ты мог посылать на сервис свой запрос, те присылают домой DVD, ты смотришь DVD и отсылаешь назад. И это все, значит, пакет стоил там какое-то количество долларов в месяц. Потом они добавили уже, собственно, интернет-платформу, где тоже можно было за какое-то количество долларов в месяц, 8 долларов, мне кажется, смотреть, значит, весь каталог фильмов Netflix. И они тогда начали набирать очень много фильмов из каталога покупать. То есть, опять-таки, возможно, некоторым фильмам они урезали кинотеатральный прокат. Поскольку они его купили, решили показывать только у себя. Но сейчас что они делают? Они инвестируют 6 миллиардов, мне кажется, на 19-й год было запланировано, 6 миллиардов на создание своего собственного контента. То есть, свои фильмы, свои сериалы, и тогда они уже являются обладательством этих названий, этих фильмов, и могут делать с ними все, что угодно. То есть, это получается, что несколько бюджетов, я понимаю, в Латвии просто вот компания, которая тратит на то, чтобы снимать свой собственный киноконтент. Меня поразили вот именно масштабы, когда я узнал, что они купили, по-моему, за... Ну, я сейчас боюсь соврать. 100, 200, 300 миллионов, по-моему, права на показ просто сериала «Друзья» на один или два года. 100 миллионов, да? Вот именно 100 миллионов они просто тратят на то, чтобы показывать, по-моему, только два года. Вот они даже не на все время, просто на два года. То есть, это вот говорит о каком-то обороте этой компании, что они же... Ну, это не только говорит о обороте, это говорит о фанатизме фанатов сериала «Друзей». Потому что у меня, скажем, сериал «Друзей», он все время на фоне играет через Netflix. Поэтому из-за того, что Netflix пользуется настолько часто, чтобы посмотреть сериал «Друзей», они решили продлить, естественно, свой контракт. Не, ну, то, что положительная черта Netflix – это то, что если они создают свои фильмы, и они создают, скорее всего, фильмы не с бюджетом 250 миллионов, они создают фильмы с бюджетом 50 миллионов, то эти фильмы обычно до латвийского зрителя не доходили. То есть, не все прокатчики рисковали своими ресурсами, чтобы купить маленькие... Относительно. Это, получается, средний бюджет, то есть, mid-budget называется. Не все рисковали, чтобы купить такое кино и показать в латвийских кинотеатрах. Но поскольку сейчас Netflix сам это делает и распространяет по всему миру, то мы можем посмотреть такой фильм, как «Рома» Альфонса Куэрона. Скорее всего, если бы его сняла какая-нибудь независимая студия, то есть, небольшая студия, как Sony или Disney, то этот фильм не дошел бы до латвийского зрителя. Ну, вероятно. Но теперь, скажем, можем все посмотреть отличный фильм Куэрона на телевизоре, или если у вас есть проектор на относительно большом экране. Да, к сожалению, мы не увидим его в кинотеатрах. Но такова, скажем, цена того, что мы можем, в свою очередь, все посмотреть, всем доступен фильм «Рома». «Рома». Ну, вот у меня, в свою очередь, вопрос, связанный, действительно ли тут есть какое-то место конфликту. Почему? Потому что мы все знаем, что есть люди, которые смотрят, уже привыкли смотреть фильмы у себя дома. Но для них это комфортно, для них это возможность, например, поставить фильм на паузу и заняться какими-то, ну, может быть, вдруг там какой-то звонок или что-то еще. Насколько вот пересекаются действительно ли, существует конфликт между, ну, такими платформами, как Netflix и кинотеатрами, ну, вот на примере последнего нашего латвийского фильма? Или это, ну, высосан конфликт? То есть, ну, сколько, господи, потеряли они, зрители? Относительно последнего конфликта, то есть, естественно, это в интересах, например, группы Вателеком и Шортката заполучить себе фильм до кинотеатров. То есть, фактически у них, опять-таки, эксклюзивное окно 10 дней, где-то можешь легально посмотреть фильм всей семьей. Я так буквально сегодня слышал байку, что в регионах, в культурных центрах просто купили шорткат 7 евро и запустили людей. То есть, видеоцентры фактически вернулись. И, естественно, за это они тоже борются. Поэтому, как предприятие, скорее всего, это конкретный индивидуальный разговор с продюсерами о том, чтобы можно было купить фильм в свой каталог на эксклюзивное окно. Естественно, этого хотят и кинотеатры, потому что устоявшаяся уже традиция, что сначала у нас, значит, прокат в кинотеатре, потом через 2-3 месяца прокат на VOD-платформах, и потом ещё через полгода он появляется, наконец-то, на телевизионе, где все могут его посмотреть бесплатно. Насколько конфликт высосан из пальца, ну, сложно сказать, потому что, с одной стороны, мы слышали комментарии владельцев кинотеатров о том, что нас убивает что-то уже достаточно давно. То есть, не то, что достаточно давно, но в 50-х, 60-х это было нас убивает телевидение, потом нас убивают видеограмматофоны, потом убивают DVD, потом убивают Blu-ray, сейчас новый конкурент — это вот интернет VOD-платформы. То есть, пиротизм, он где-то посередине тоже был, но сейчас, скажем, опять-таки, тоже очень хорошая черта вот этих вот VOD, то есть, Video on Demand, то есть, это интернет-платформы, где можно смотреть кино. Хорошая черта такая, что убивает пиротизм, потому что тебе гораздо легче просто посмотреть фильм на Netflix или на Shortcut, и не надо искать в не самых чистых порталах, как посмотреть это кино. То есть, конфликт, скорее всего, мы увидим просто через несколько лет, насколько он повлияет на практику людей, практику зрителей, как смотреть фильм. Потому что, скажем, на данный момент кажется, что возможно, что действительно у кинотеатра теперь серьезный конкурент, и что Netflix, например, конкретно, меняет обычаи или привычки людей, как смотреть фильмы. То есть, когда они запускают, скажем, весь сериал на платформе, то, естественно, ты привыкаешь, как зрители Nokia, у меня, значит, есть сериал, 10 серий, я сейчас сяду и 10 серий сразу посмотрю. То есть, раньше же у нас было так, что если выходит сериал, то он выходит, скажем, стандартные 24 серии, он выходит каждую неделю, ты ждешь понедельник, вот новая серия Lost, остаться в живых. Главное не забыть, что там было. А особенно, если смотришь сериалы в понедельник Lost, а во вторник там, не знаю, скорая помощь, а в среду X-файлы, то есть там вот, ну, может, все может просто перепутаться, смешаться. Сейчас я, допустим, сам не помню, чтобы мне приходилось смотреть сейчас сериалы по одной серии. Обычно это, значит, сериал на Netflix, я знаю, что вот сейчас посмотрим три серии, может, завтра еще две, и в таком духе. То есть, меняют, да, меняют именно, как зрители смотрят кино, и, наверное, большая дискуссия, это то, насколько, насколько много эффекта мы теряем из-за того, что мы не смотрим фильм на большом экране. Скажем, для меня это кажется очень важным, вот только что, ну, или о том, что мы показываем классику на большом экране, там есть элемент не такой, что это технически отлично исполненная картинка, и звук пятиканальный, где ты сидишь в кинотеатре и смотришь свой любимый фильм, то есть в новом качестве, но и эффект того, что ты смотришь вместе с такими же фанатами фильма «Назад в будущее», как и ты. Поэтому, естественно, ты добавляешь, опять-таки, чувство удовольствия от этого фильма, поскольку ты слышишь, как публика реагирует, вы смеетесь над ними теми же шутками, и поэтому у тебя появляется новый уровень, как ты можешь насладиться этим фильмом. И, опять-таки, если мы смотрим на платформу, то, скорее всего, вот это вот ощущение коллективного сна или коллективного созерцания фильма, и, опять-таки, если это еще к тому же и премьерой, когда ты первый смотришь этот фильм, такого же больше не будет, если мы будем смотреть фильм на маленьком экране. Но ведь Нетфликс, он, в самом деле, очень быстро набрал обороты, и сейчас присутствует, очень хорошо представлен на «Оскаре». Мы еще поговорим об «Оскаре» отдельно, но просто это говорит о его весе, насколько сейчас его воспринимают очень серьезно, как в производителя качественного кино. Ну, не всегда, потому что Нетфликс тоже критикует за конкретный фильм. Иногда у них очень хорошо получается, это вот «Рома Клорона» или, например, «Мне понравился», но, опять-таки, у него были такие не все позитивные, положительные отзывы. Это был фильм «Hold the dark» «Удержи темноту». И фильм «Анихиляция». «Анихиляция», да. Да, фильм, который тоже очень-очень понравился, но напротив стоят, скажем, многие комедии Сэндлера, Адама, которые Нетфлис так и прямым текстом сказали. Мы просто заметили, что у нас на платформе есть большое количество фанатов фильмов Адама Сэндлера, поэтому мы заплатили ему какое-то конкретное количество денег на эксклюзивный контракт на шесть фильмов. Ну вот, начали там сразу клепать эти фильмы. То есть, качество фильмов не всегда указывает, то есть, не всегда логотип Нетфликса перед фильмом указывает на хорошее качество фильмов, но то, что они делают, это то, что они действительно снимают очень много, то есть, вот эти вот шесть миллиардов, это все-таки уходят на большое количество содержания, поскольку у них очень интересная сфера или структура, как они дают фильму или сериалу зеленый свет. То есть, там нет одного конкретного человека наверху, который говорит, да, это снимаем, нет, это не снимаем. На самом деле, там есть много, много своих департаментов, скажем, департамент документального кино, у которого тоже есть право зеленого света, и если он говорит, что да, этому фильму мы даем деньги, то даже главный босс, он не сможет отменить это решение, потому что все, департамент сказал, что делаем, ну, значит делаем. Мне просто понравилось интервью с Тедом Саранусом, который является главным на Netflix, который сказал, ну, иногда мне казалось, что вот, ну, неправильное решение, дали денег, сериалу, которому не следовало давать. Ну, я рад, что я ошибался. То есть, получается, что у них достаточно много людей могут принять ответственное решение и запустить продукт. Поэтому, получается, разные голоса, собственно, людей, которые запускают эти фильмы, сериалы, плюс быстрая работа над сериалами. И что тоже очень важно, особенно в плане Netflix, это то, что, поскольку они сейчас глобальны, то есть, находятся практически в каждой стране, они могут сделать, снять нишевый продукт, нишевый сериал, но при этом достичь достаточно нормальной аудитории, потому что не с каждого рынка собирают этого нишевую аудиторию. И вместе, глобально, эта аудитория достаточно большая, поэтому они могут рисковать с маленькими продуктами, они могут давать много денег для мастистых режиссёров, режиссёрам. Поэтому, скажем, очень ждём фильм Мартина Скорсесси, который тоже выйдет в Netflix. Ну, и я вспоминаю, например, по-моему, Bird Box, фильм «Птичий короб», его так переводили, с Андре Буллок, который меня вот именно поразило то, что картина, которая показана, вроде бы, казалось бы, но не по телевизору, но на платформе, она производит не просто эффект разорвавшейся бомбы, а начинают люди завязывать глаза, это просто какое-то поветрие по стране, и это создаёт дополнительную рекламу фильму, и это идёт какой-то по соцсетям, то есть, я так и не понял, это была какая-то попытка вирусной рекламы, или это просто нашлось только придурка в стране, которые пытались водить машину с завязанными глазами. Я думаю, что найти не такая проблема. Да, но это просто так получилось, потянулось, что кто-то публиковал и дальше поехали. Я думаю, что они очень-очень этому были возрадованы такой реакцией. Ну что же, мы поговорим буквально через несколько минут и о новой картине, которая сейчас выходит на экраны, и, наверное, такая тоже большая будет тема, это приближающаяся церемония награждения премии «Оскар», и, кстати, несколько тоже скандалов с этим связанных, которые сейчас перед «Оскаром», и поговорим о прогнозах, кто может претендовать с наибольшей вероятностью найти награды. Но сначала мы сделаем небольшую паузу. Продолжается программа «Синема». Я напомню, что сегодня в нашей студии киноколдс, представитель киноколдса Сергей Мусатов, Родион Золотарев за звукорежиссерским пультом, и вот картина, которая выходит на экраны вот на этой неделе, латвийский независимый фильм «Блакус», и вот эта картина, которая мы уже говорили за эфиром, она мне показалась очень необычной именно потому, что латвийское кино как-то всегда ударяется в край, ну, мне кажется, в крайность. Вот есть какое-то очень такое строгое, серьезное патриотическое кино, есть авторское кино, которое, ну, не всегда для широкого массового зрителя, есть, наоборот, очень такое массовое кино, которое пытается, ну, апеллировать с каким-то низменным уже чувством, там, я даже, ну, не знаю, ну, свингеры, ну, например, вот как такой самый популярный фильм, который эксплуатирует, ну, просто вот все ждут какой-то клубнички и идут в кино, может быть, еще и за этим. И вот совершенно неожиданно картина «Блакус», которая мне честно очень понравилась, и мне показалось, что это такой очень хороший знак того, что появляется кино, которое будет популярным, мне кажется, у молодежной аудитории, которая услышит свои любимые группы, которые, и это кино для молодых людей, обсуждающих вот то, о чем думают, разговаривают молодые люди, вот фильм, который мне как-то очень хорошо зашел. Но это очень радует, потому что на самом деле, если, я абсолютно согласен насчет вот этих трех категорий, мне кажется, что я добавлю, скажем, насчет категории, где находятся свингеры и новогодние такси, что такие фильмы тоже нужны нам, чтобы создать структуру, индустрию мейнстрима, то есть фильмы для широкого зрителя, для широкой аудитории, поскольку если у нас есть такие проекты, которые получают кассу в кинотеатрах, поскольку набирают этого зрителя, то таких проектов просто станет больше, это значит, что таких проектов станет больше, они появятся разных жанров, скажем, у нас будет не только секс-комедии, но и другие комедии, появятся возможно новые жанры, такие как бояки, фильмы ужасов и триллеры, которых тоже в нашем латвийском мейнстриме просто не хватает, и это шанс для молодого поколения увидеть, что вот есть такие, такая возможность снять мейнстримовое кино для латвийского зрителя, и он с радостью придет и увидит местный продукт. И в таком плане фильм Блакус рядом, он совершенно не такого стиля мейнстрима, но тем не менее он на наш взгляд тоже является новинкой в латвии, поскольку, вот вы назвали его независимым, на самом деле у нас в Латвии как такого все независимое, но почему независимое, потому что мы как раз сравнивали его перед эфиром с американским независимым кино, где, да, иногда бывает такая интимная история о двух людях, которые встретились друг с другом и вот пытаются понять, как они чувствуют себя по отношению к другому, как они чувствуют себя по отношению к себе, что надо делать в жизни, это проблемы 20-летних людей, о которых в Латвии до сих пор не снимали кино, поэтому в этом плане это новинка, в плане того, что это фильм на достаточно маленький бюджет и выходит на большие экраны это новинка, и в плане того, что это, да, это как схожее с независимым американским кино, или, например, с фильмом перед рассветом, Before Sunrise, фильм Ричарда Гуинклейтера, который основан только в основном на диалогах, и поэтому и фильм Буакус тоже каким-то образом совпадает по настроению с этим фильмом, то есть таких фильмов у нас тоже фактически не было, поэтому опять-таки приятно, что появляются новые примеры разных жанров. Это важно, потому что у нас опять-таки растет новое поколение режиссеров, и они могут увидеть отличный пример, что тебе опять-таки не надо, значит, деньги на мейнстримовскую комедию, ты можешь снять на небольшие деньги свое личное маленькое кино о том, о чем ты хорошо знаешь, то есть об отношениях, или университете, о школе, то есть если есть идея, если есть задумка, то можно и с маленьким бюджетом сейчас на телефоны снять, ну, то, что Стивен и так делает и попадает на фестиваль в Берлине и в Каннах, то же самое можно сделать и для микробюджетного фильма, и что самое приятное, что это опять-таки новая, можно сказать, комбинация жанров, это драма и комедия, и несмотря на то, что мы не называем это чистой комедией, фильм смешной. Вот я как раз хотел сказать, что звучало слово проблемы, о проблемах на самом деле и то, что основаны на диалогах, но скорее вот эта смесь вот мне даже показалось в фильме перед рассветом и о чем говорят мужчины, ну, условно говоря, потому что эти диалоги очень смешные, это обсуждаются вот проблемы, что ждет дальше в жизни, чем ты хочешь заниматься, как складываются твои отношения, там, родители, соседи, ну, то есть это все преподносится с долей юмора и очень-очень непринужденно, очень весело и, ну, вот я хотел бы сразу сказать, что с одной стороны это не чистая комедия, где будут постоянно там бросаться там тортами или подскальзываться где-то, но в то же время это не очень серьезное там такое кино, не думайте, что оно вас будет грузить, то есть вот он как-то прошел между этой ссылой и храбидой, вот как-то вот между этими двумя и крайностями и очень смотрится легко, то есть фильм сам по себе не очень длинный, по-моему, час-два 80 минут, да, и это в то же время он смотрится на одном дыхании, ну и сразу скажем, что это вот развитие отношений между парнем и девушкой и действия происходят все время на Лиге, но я надеюсь, что это не будет спойлером. Нет, это не спойлером, мне кажется, что это даже очень важно, что есть вот такая изюминка у фильма, фильм на протяжении трех лет и разделен на три части, каждая из частей происходит во время Лига, то есть первая Лига они встречаются, вторая Лига, это значит, они уже пары, третья Лига... Ну, кризис отношений, можно сказать. Ну да, то есть это интересные рамки, которые себе задали наши сценаристки, Марта Элина Мартинсона и Алиса Залиня, и в этих рамках написали, прописали этих персонажей, и персонажи тоже очень хорошо прописаны, и просто радуют, актеры радуют своей игрой, и наши сценаристки радуют, собственно, строчками, которые эти актеры и произносят. Да, и действительно, мне хотелось сказать, что это кино очень-очень близкое и понятное нам, потому что там ситуации наши, наши автозаправки, наши дороги, наши праздники, то есть это все очень-очень близкое и, можно сказать, родное. Картина «Блакус», я понимаю, что уже с пятницы... Не с этой пятницы, а со следующей пятницы, да, она будет в кинотеатрах, и надеемся, что зрителю тоже, придется по вкусу. Я согласен с тем, что фильм определенно точно понравится двадцателетнему, который увидит себя в этих персонажах, но мы считаем, что фильм понравится и более старшая аудитория, которая просто вспомнит о том, насколько, какие они были, или более старшая аудитория, которая посмотрит на то, чем живут сейчас двадцателетние, потому что тоже, скажем, есть очень другой фильм, интересный, это восьмой класс, недавно я смотрел американский фильм режиссера Бо Борнахама, где он показывает жизнь, восьмой класс, последний класс начальной школы, девочки, и когда смотришь это кино с ее позиции, с ее точки зрения, и видишь, как ее жизнь вокруг социальных сетей или жизнь в мире социальных сетей со своими одноклассниками, как происходит, то тогда понимаешь, что да, настолько ты уже отдален от тех ощущений или тех воспоминаний, и что даже, возможно, их нынешняя жизнь настолько иная, какая была у тебя в то время, поскольку эти, скажем, подростки, они когда рождаются, у них уже есть такое понятие, как интернет, и поэтому их коммуникация, их стиль жизни, их стиль отношений с другими одноклассниками, он совершенно иной, и опять-таки было просто интересно с этой позиции посмотреть вот на такое художественное кино, но тем не менее дающее интерес перспективу, и поэтому мне кажется, что из Буакус тоже будет аудитория, которая более старшего поколения, которая посмотрит на этот фильм и подумает, ну вот, блин, 20-летний ничего не делает, но, может быть, конечно, и посмотрит, и возрадуется, что что-то меняется, а что-то на самом деле никогда и не меняется. Ну да, вот можно обвинять их в героев инфантильности, в том, что они не хотят взрослеть, но, с другой стороны, там есть строчка из фильма, что, боже мой, ну всё начинается, вот появляется собака, потом ипотека, и потом, что дети, семья и смерть, то есть, вот, ну как бы, в их понимании это всё, ну, это какие-то гири, которые притягивают тебя, не дают тебе дальше куда-то двигаться, быть мобильным, сегодня здесь, завтра там, и вот эти проблемы поднимаются, там огромное количество таких тем, но которые, вот, я говорю, они очень близки и понятны, и оставляют такое послевкусие, то есть, ты пытаешься потом спорить, может быть, с самим собой, с героями фильмов, обсуждать, я думаю, что это будет, ну, здорово, если пойдут молодёжь компании, это будет тема для разговора. Надеемся. Вот, ну и у нас осталось не так много времени, может быть, пару слов моих вот про глядущий Оскар, в принципе, ведь это церемония в награждении в наградной киноакадемии будет очень специфической, во-первых, не будет ведущего, это, ну, один был скандалов таких громких, что после того, как Кевина Харта, ну, он сам взял самоотвод после громкого скандала с его какими-то неполиткорректными твитами, не успели, я понимаю, там, подготовить ведущего и решили обойтись без ведущего, по-моему, это второй раз за всю историю, когда... Да, 30 лет назад тоже была такая ситуация. И, ну, говорят, что будет все более компактным, потому что рейтинги падают с каждым годом, ну, все меньше и меньше людей смотрят эту церемонию, и решили очень и очень ее, ну, сократить максимально, сделать ее более сжатой. Во-первых, меня это очень развеселило, объявлено, по-моему, официально, что 90 секунд будет с того момента, когда открыт конверт, называют имя человека, который победил, и у него 90 секунд, чтобы успеть добежать, подняться на сцену, произнести благодарственную речь, вот через 90 секунд заиграет музыка, и все, ему уже слова больше не дадут. То есть, я вспоминаю, ведь раньше как-то вальяжно люди шли к сцене, там, значит, вскакивали, там им пожимали руки, они обнимались, целовались, то есть, там что-то, в общем, какие-то принимали там поздравления. Сейчас это будет какой-то спринтерский просто бег, особенно если представить себе, что кто-то там будет с задних рядов бежать. Я думаю, если это категория, где будет, не знаю, Леонард Ди Каприо, то ему будет этот больше всего 90 секунд. То есть, естественно, Ди Каприо сейчас не анимировали, но к примеру, потому что, если это категория лучшая анимированная короткометражка, то, скорее всего, там количество времени достаточно ограничено, может быть, даже меньше, чем 90 секунд. Ну, и оскорбительным для, многие посчитали для кинематографистов, то, что награды, вручение наград за лучший монтаж, за лучшую, по-моему, операторскую работу, и там еще было несколько комбинаций, собирались. И за мейкап, и одно из короткометражек, мне кажется, не анимированная короткометражка. Ну, их собирались вручать во время рекламной паузы, но представьте, как это унизительно, то есть, казалось, это называется прямой трансляцией, то есть, вроде вся страна, весь мир должен смотреть, вдруг тебе говорят, что прости, но тебя мы не покажем, вот просто будет титрами, что имя твое упомянуто, и все. Ну, это действительно плевок, тем более, как многие отметили, что именно оператор и монтаж, операторская работа и монтаж, это то, что отличает кино от театра, ну, вот от всех других видов искусства, это то, что делает кинематограф кинематографом, и, насколько я понимаю, что пошли на попятный, это будет, ну, отменили, сказали, что да, все-все теперь будет в кадре, но там, по-моему, потребовалась какая-то петиция, которую подписали Квинтин Тарантино, там очень много знаменитых, знаменитых деятелей кино. Но интересно, что есть такая еще теория заговора о том, что ABC, канал, на котором транслируется, собственно, Оскар, и которым принадлежат эксклюзивные права, он принадлежит концерну Disney. А Disney, в свою очередь, в категориях операторская, монтаж, короткометражки и мейкап не был номинирован. То есть, он был номинирован, скажем, за анимационную короткометражку, и эту категорию показывают, а там, где он не был номинирован, не собирались показывать. Но теория интересная, конечно, потому что достаточно совпадает. Но да, вырезать монтаж было очень странным решением, потому что, например, есть категории, которые обычно все пропускают. То есть, скажем, естественно, важно обладать режиссеру короткометражки, что его тоже награждают, и что это его вот 90 секунд славы, если он успеет добежать до микрофона. Но с другой стороны, для широкой публики это не настолько важно. То есть, ты не знаешь этих людей, не видишь, скорее всего, эти короткометражки, потому что они достаточно сложно доступны. То есть, легально способом короткометражки, который номинирован на «Оскар», достаточно сложно посмотреть. И в этом плане, да, иногда категории, которые можно было бы вырезать, сами напрашиваются. То есть, опять-таки, sound editing и sound mix тоже категории, которые многие просто не отличают, что есть одно, что есть другое. И поэтому, возможно, если выкинуть одного из тех категорий, это было бы решением. Но это решение было бы относительно. Им действительно надо менять всю структуру, фактически. Потому что, если они пытаются вырезать, сначала же они пытались вырезать с песни, но не так, что мы вырезаем все песни, и это, естественно, сократит трансляцию. Они сначала вырезали три из пяти песен. То есть, две песни мы покажем, а вот остальные три, которые номинированы, мы не покажем. Но, естественно, если ты показываешь две песни, то как вы думаете, кто получит награду? Те, которые показали или тех, которые не показали? То есть, теряется вся интрига, но и к тому же, да, если только две показывать, всегда надо показывать все пять. Поэтому им надо просто менять структуру, надо думать о том, как не категории показать и какие вырезать, а как поменять достаточно глобально всю трансляцию и всю постановку, потому что информация от продюсеров или от работников над трансляцией шла такая, что их очень порадовало, что не будут ведущего в этом году, потому что они надеялись, что это вот будет достаточно хорошим пинком для того, чтобы сделать другую трансляцию, другую структуру. Но, как мы видим, с их решением сначала вырезать категории, потом показывать категории, это особо не удалось, и, скорее всего, не увидим больших изменений. Ну, вот мне всегда казалось, я, наверное, уже в энный раз высказываю в этом точку зрения, что здесь еще проблема в том, что все студии стараются использовать эту церемонию как рекламу своих фильмов, и в результате возникает такая глупая ситуация, что все фильмы, которые претендуют на Оскар, они выпускаются в последнюю неделю декабря, но вот на экраны, чтобы соблюсти, что это фильмы прошлого года. А в результате возникает парадоксальная ситуация, что публика эти фильмы не успела еще посмотреть, и, ну, вот смотреть, как награждают как картину, которую вообще никто не видел, а иногда там актеров, которых там никто еще так толком не знает, это очень скучно, то есть вот, ну, это убивает. Когда «Титаник» вышел, ну, все посмотрели, успели посмотреть «Титаник», это была одна из самых ну, смотрибельных церемоний. Когда был, по-моему, ну, Форест Гамп, например, там выходил, он выходил летом, и его, ну, уже успели все посмотреть. То есть, ну, вот это все, в принципе. Не, ну, почему же? У нас же, вот, опять-таки, в главной категории есть «Черная пантера», который вышел в феврале, и «Блэк Кэйка и Клэнсмен», который вышел летом тоже. То есть, какие-то фильмы и попадают. Но, естественно, да, многие пытаются использовать не только в качестве рекламы, но если ты покажешь фильм ближе к церемонии, и когда, собственно, еще есть голосование, то, скорее всего, твой академик, он сможет сходить в кинотеатр и посмотреть твой фильм. То есть, естественно, не рассылают академикам и скринеры, собственно, в студии, но если фильм еще идет в кинотеатр, то это гораздо легче для академика просто ознакомиться с фильмом. Потому что есть еще многие версии и многие отзывы о том, как академики номинируют и голосуют. То есть, они сами описывают буквально в стиле дневника о том, вот я проголосовал за категорию эту, эту, эту. И они публикуются часто на Hollywood Reporter, то есть, голливудский репортер сайте. И там вот эти вот, мне кажется, называются они... Как же они эту серию называли? Не помню точно. Но факт такой, что некоторые действительно делают свою работу, они сходят на все фильмы в категории, посмотрят и сделают решение. Другие просто, а вот я помню, что-то я слышал об этом фильме, он был на фестивалях, ну, дам, скорее всего, ему крестик. А вот из этих зарубежных фильмов вообще ничего не вызывает интерес, поэтому, ну, на халяву поставлю. То есть, академики тоже, они обычные люди, это не, как многие считают, не 14, скажем, жюри, которые обсуждают каждую категорию, это вот люди, которые многие относятся достаточно, достаточно так, легкомысленно к этому решению. Ну, и вот, может быть, уже за 30 секунд, вот фавориты, за кого вы будете болеть? Если я за кого, то я буду болеть за фаворитку. За фаворитку. На самом деле, так есть, за фаворитку и в главной категории, и в категории актрис. Ну что же, спасибо большое, Сергей Мусатов сегодня был у нас в программе «Синема», и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok